Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Юлия Геннадьевна. Сегодня мы с вами проведем урок по сказке Леи Гераскиной в стране невырушенных уроков. Вы должны были ее прочитать. Все прочитали? Покравилось? Да! Скажите мне, пожалуйста, вы можете сесть поудобному? Не обязательно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, события в этой книге проходили вот сейчас, в данное время, или очень давно? Очень-очень давно. Очень давно. Почему очень давно? Ну, современная школа, нынешняя школа там описана в этой книге. Да. Да, то есть вот это вот все могло происходить в вашей короборской средней школе? Нет. Ну тогда или нет? Нужно, понимаете? Нет. Почему нет? В той школе баллов только, ну, пять. Пять баллов. А у вас? Двести. Не наша школа, да? Нет. На самом деле, Рига Аськина, автор этой книги, русская, российская, советская писательница, родилась в 1912 году. А умерла в 2012 году. Сколько лет она прожила? Аксель, капитан первой команды? Саша? Сто? Сто лет прожила писательница, да? Длинную, долгую жизнь она прожила. А в странине выученных уроков, сказка, которая стала моментально популярной, и тираж ее достиг миллиона экземпляров, была написана «Год моего рождения» в 1965 году. Да, то есть эта сказка уже более 50 лет. Лея Аськина писала стихи с самого детства, и экзаменационное сочинение в школе написала в стихах. Она работала журналистом, и потом писала пьесы, рассказы, сказки. И вот самая популярная книга – это в стране невыученных уроков, о которой мы будем сегодня говорить. Как будет проходить наша работа? У нас две команды. Одна команда ключиков, другая – замочков. Капитаны команды Аксель и Александр. Вопросы будут как командные, так и индивидуальные. Я буду все говорить. За каждый правильный ответ команда получает лепесток, прикрепляет к сердцевине, которое есть на столе. В конце занятия мы почитаем, сколько у кого лепестков, и определим победителя. Все понятно? Да. Начали. Так, команда ключик. Первый вопрос. Как звали главного героя Компетра? Капитан решает. Нет, капитан не отвечает, он решает, кто отвечает. Даник Сезон. Ну, главное дело было Витя Петрушкин. Там. Петрушкин. Перестукин. Да, Перестукин. Перестукин. Вот на первый раз я лепесток даю. Вообще обсуждаем сначала, да? Вот садимся на коленки или поднимаемся, обсуждаем вопросы. Следующий вопрос сложнее. И капитан выслушав все ответы, мешает, кто дает ответы, да? Да. Да. Замучьте, сколько двоек получил Витя? Обсуждаем. Пять двоек, классы. В каком классе учился Виктор? Повторим, амирю Виктор. Перестукин. Перестукин в каком классе учился? Обсуждаем, обсуждаем. Давай, давай, давай. В четвертом классе. В четвертом классе. В конце книги он перешел в пятый класс, да? Какое единственное правило русского языка знал Витя? Обсуждаем. То есть Витя знал их программу, про описание сутится в чип, в чек. Поэтому одна ваша команда, вы поняли, да, почему называется ромочек и ключик. Теперь, пожалуйста, ключики, расскажите мне про описание суффикса чик. Аня, 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 пожалуйста. Громко. Почему пишет суффикса чик? Чек. Что отвечает? Потому что, когда замочек ставится в родительном падеже, буквы не выпадают. Не выпадают. Замочек. Замочка. Вам лепесток не полагается. Вам полагается. За что Виктор получил свою последнюю двойку? За что, Виктор? Пожалуйста. Потому что он не знал круговорот, воды, природе. Ребята, перед вами энциклопедия. Собраны факты о каких-то явлениях. Какие вы знаете энциклопедии? Они разные бывают. Ну какие? Или на фирму или просто? Просто энциклопедии. Я знаю, энциклопедии о природе, о животных. О животных, о природе. Ребята, какие энциклопедии вы знаете? Мы еще не читаем. Энциклопедии бывают о машине, о космосе, о звездах. Деда Мороза. Саша, можете уточнить, какой глагол? Глагол повелительного наклонения был. Повелительное наклонение от слова «выжить». Повелевая. 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 Витя, иди, учись, кушай. Глаголы повелительного наклонения. Что за сгорбленная старушка со злыми глазками в ладаре сидела возле старика? Капитан. Глаголы повелительного наклонения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok